Все, смываю. Жители села Большой Кунолей и подумать не могли, что обычный летний дождь обернется для них масштабным потопом. Вода смывала все на своем пути. С участков уплывали даже скамейки и бочки. В зоне бедствия оказалось две улицы. Работы по восстановлению участков и дорог местные жители проводят в большей степени своими силами. Село Большой Кунолей – это одна из самых красивых деревень России. Еще три дня назад эта территория действительно могла похвастаться своей красотой и гордо подтвердить доверенный ей статус. Но спустя 40 лет в деревню пришла большая вода, которая буквально смывала все на своем пути. То, что вы сейчас видите, это результат трехдневной работы. Вот на этом месте, в большой куче грязи, стоял огромный внедорожник. Здесь же стоять сложно. Примерно наполовину в грязи. Для сравнения, чтобы понять объем намытой грязи в один только гараж, я поднимусь вот на эту ступеньку. Обратите внимание на высоту этого потолка. Это кадры участка, который одним из первых принял удар стихии. На смарку годы ручной работы. Подчистую смыт огород. Почти до потолка илом замыты погреба. В непролазной грязи оказались два автомобиля, один из которых – новенькая иномарка. Вот все, вы представляете, вот все кончено. У меня все подметуло, у меня все под вени было, все видели. Ой, как обидно, как неохота только это все. Ну, я думаю, ну ладно, огород это все можно пережить. Ну, вот это все, подполье, это гаражи. Баню я вчера убрала. Погребная эта яма, она не доделала, это все кончено, все это и финансы, и труды, главные труды, это все руки, ноги, это все делают, это как тяжело, да как это все страшно. Ну, больше я ничего не скажу. Вместе с Екатериной Михайловной переживает вся деревня. Буквально каждый готов прийти на помощь. В общей сложности подтопило около 30 домов. О пострадавших информация не поступала. Но основные работы были проделаны. Вчера работала районная комиссия, Виктор Логеевич Максимов, глава района, выезжал. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Осташова Людмила Ивановна. Привлекали силы коммунальщик, Требогатайский район. Работали машины с вакуумом, трактора. И помощь, это была оказана, выкачивалась вода из подпольев. Вчера основные работы были проведены. Ну, конечно, еще много работы здесь. И градера обещают, районы здесь пройдут. Но еще много работы здесь предстоит. На данный момент в селе Большой Кунали действует режим чрезвычайной ситуации. Местные жители уже сравнивают свою ситуацию с бедствием в Иркутской области. Илья Бельков, Евгений Павлов. Новости дня. Требогатайский район. Редактор субтитров А.Семкин